Как именно керри-герой, я его не очень уважаю, к сожалению. Он, ну, не самый сильный в лейте, и Вивер в теории может его там поковырять, да и под аппаратом все это дело, так что может получиться. Но с другой стороны, опять же, добирают очень активного героя Блу Пикачу сейчас, и SF Express будет тяжело в мидгейме как-то им противостоять. То есть здесь файты, здесь продолжительные кулдауны, и после одного замеса с ревейджем какое-то время вы не можете нормально, достойно сражаться. Чего не скажешь об Блу Пикачу, которые практически не зависят от своих прокастов, они так достаточно самостоятельно и могут дэмэдж вписывать без этих ультимейтов. И Вайпер, кстати, вот это прикольно. Прикольно, пока что получается, если SF Express никуда ничего не выдумывает, то Тедхантер стоит в сложной линии. Для Пикачу против него, скорее всего, попробуют поставить Тимбера. Линия выиграна. У них будет в бот-линии стоять какой-нибудь, допустим, Фурион плюс ТХД. Тут не рыбни мясо, но, скорее всего, два саппорта будут плотно привязаны к этой линии. Если они уходят, то либо аппарат страдает, либо вивер. Одну из двух, тоже неприятно. При этом всем есть еще и Клопа, которая будет стоять в центре со спиритбрейкером. И тут Вайперу тоже нужна будет помощь, потому что много тстанов, много замедлений, которые так или иначе будут ему мешать. Выглядит будто бы две, а то или две с половиной, а может быть даже три линии, где Пикачу выигрывают с Аймпиком. Единственный момент, если не будут Квин оф Пейн вообще помогать, если спиритбрейкер вдруг свое внимание обратит на другие лайны, то Вайпер хорошо стоит с Квин оф Пейн. Вообще без проблем он стоит и даже должен ее переденять в теории. Посмотрим, как игроки. Но раз ты сказал, что мидер у них, за ним нужно последить, и он вроде как способный парень, то, наверное... Вроде как. То есть он смог раздать и CNC, и закончил... Ну, они проиграли ту игру, но он закончил на Клопе с учетом 10-3-9 против Веника. А Веник закончил с учетом 2-9-19. Ну да, разница огромная, конечно. То есть он перестоялся CNC. Я допускаю, что CNC, по крайней мере, по вчерашним матчам был посильнее, чем мидер Блю Пикачу. Поэтому здесь у него на Вайпере, на таком хорошем герой, это может получиться. Ну и по лайнам будет любопытно посмотреть именно на Блю Пикачу, куда отправится Джек Кира. Пока пошел ставить вард. Тиммер, конечно, в легкую. Здесь в легкую отправляется Вибер. В миде будет стоять Вайпер, конечно. Ну, Фурион, сложно, естественно. Никаких сюрпризов, все дефолтно, все статанетно. Вопрос только по кунке остается открытым. Будет ли он привязанная линия, или все-таки начнет куда-то перемещаться и активно помогать. Потому что у него скиллы позволяют ту же Квапу, например, ловить, позволяют того же Тиммера ловить, крест, ОП и не кондрится. Ну, по идее, он должен где-то за Спирит Брейкером бегать примерно. Вот где Спирит Брейкер, оказывается, там желательно находиться кунке и сейвить своего тиммейта, либо наоборот, там размениваться как-то. В миде, возможно, это будет происходить сложно. Если один на один будут эти два товарища стоять, то там примерно все понятно. И тот и другой будут уверенно бить крипов, получать экспу и, ну, разве что проседать будет Тайдхантер несколько сильнее по здоровью. Но это не так страшно. Манго он себе взял одно, правда, но взял топорик. Еще чего еще. Это странно на самом деле, потому что даже с топориком Тиммера он никак не прогонит. А вот, ну, Фурион, окей, но можно было взять Танго и все-таки на начальный этап взять что-то, что позволит ему не уходить и простоять на этой линии. Но мне два манго очень нравятся на этой танке. Мне даже вот в такой игре может быть даже три нравятся, чтобы ему просто стоять, просто спамить. У него был какой-нибудь реген, потому что Тиммер до получения третий-четвертого уровня еще настолько активно не может прогонять. И поскольку сейчас активного регена нет, есть только вот такой пассивный в виде танго и кларетки, их он может, танго и сальвы, он их очень быстро может сбить тычку. И так как у него все равно будет доп. за реген, сертифармора Тайдхантер, вот, будет проседать. Ну и Тайдхантер с таким количеством манго имеет хороший хп реген в таком случае. Плюс там как раз к покупке Аркан он два, может быть, максимум использует, а с Арканами уже гораздо проще ему действовать. Ну и Пайп можно здесь какой-то ему собрать в теории против Джекира, против Квин оф Плейн полностью заблокировать, ну и Фуриона ультимейта, заблокировать их ультимейт чуть ли не под ноль. И тем самым быть очень полезным. Ну а потом уже и в Даггер выходить. Здесь тем временем выход на Вайпера, но это скорее так размять, чтобы тот немного просел, у того половины здоровья уже нет. Регена у него не так много, ну и придется сейчас власку себе нести в первую очередь, чтобы следующий такой забег пережить, если он вдруг состоится. Он наверняка состоится. Саппорты пока СФЕ находятся снизу, никуда не двигаются. Теперь Брейкер на эту нижнюю линию возвращается. Ну и на топе, кстати, Джекира будет располагаться. Не стоит он с Нинчерс Профитом. Решили оставить Фуриона одного. Ну, может быть, и был в этом смысл. Но мы вот уже наблюдали с тобой неоднократно, или однократно, но сам факт, что был случай, когда Фурион бросал линию, уходил в лес, а Джекира, как сейчас довольно универсальный герой, оставался в сложной и получал экспириенс там. И это было здорово. Это действительно сильно влияло на начальный этап игры. Тогда Джекира по опыту был, там, как в сумме два спорта врага, плюс-минус. Так, и пока тут не идёт какого-то сильного нападения, никто таким не гонится, можешь добавить себя чуть-чуть? Тихо, да? Да, говорят, что всё ещё громче, хотя я всю пошту игру себя убавлял. А, давай вот так просто сделаем. Я тебя сделаю потише просто, и всё. Потому что у меня всё на максимум выкручено. Нет, проблема в том, что они говорят, что тебя очень тихо слышно и в Dota TV. Врем поехал за курьером, и успели среагировать, отвели курьера, потому что он ТП-ш сыновижение. И Крабик спасён. Так, вот так попробуем, немного громче. В общем, я буду следить параллельно. Поэтому если я вдруг где-то замолкаю, значит, я вникаю в то, что мы с тобой говорим в задержке. Всё, отлично. Вроде как погромче себя сделал, хотя до этого проблем не было. Ладно, смотрим. Продолжаем смотреть. 15 на 5 у Вайпера. Ну вот, то самое преимущество, которое он воплощает благодаря особенностям своего героя. 16 на 6 против 10 на 3. И пока Queen of Pain никто не помогает. Спиридбрейкер один раз в миддл сбегал. Это ничем не закончилось. Сейчас Вайпер фулловый, и никто ему не мешает. Уже есть у него в RaceBand один. По уровню он уже один левел выигрывает у Queen of Pain. Ну и Denyte очень уверенно. Здесь линия, судя по всему, если в ближайшее время никто не поможет Квапе, будет выиграна товарищем Вайпером. И помогают Квапе. Уже пришёл. Хедреган докидывает. Он их троих сейчас может убить, если они как пойдут на него. А Курьер, ой как неудачно, и замедлил. Апнули. И апнули моментально, да. Всё нормально. Сейчас убьёт Вайпер действительно всех, если они так будут дальше делать. Но прокает Баш. Тут есть аппарат. И закидывает его под вышку. Вот если бы не под вышку. И последнюю тычку нанесёт ли, да, наносит. Я уже думал, не получится вот Винха Драгона убить. Было бы очень обидно. Но вот этот Баш, который под вышку толкнул и заставил Вайпера там два удара вышки на себя принять. Так, наполнил ко мне. Мы с тобой вчера же смотрели игры Blue Pikachu, и у них тоже был ТХД. И он бегал что-то типа там третий уровень на десятой минуте с раскачкой 2-1-0. Без Рикетфайра. И вот все с этого неплохо смеялись, потому что играть с ранней заморозкой это такой нонсенс небольшой. Потому что тебе нужно хоть какой-никой урон наносить, Рикетфайр, всё ещё крайне эффективный спелл. И здесь он снова его берёт. Вот это и спас. Никуда не кидает его налево-направо, то есть он здесь будет не очень активным. А так прослеживается глобальная макро-ошибка для Пикачу с тем, что в топе, где помощь Инха Дрэгона вообще никакая не нужна, как брат Рума, где эти Имберсов её выигрывают, они всё равно стоят. И из-за этого будет просадка Фуриона, фармит Вивер, ну и так далее. Очередной разгон, который ничем не закончится. А недалеко ли ты заходишь, друг? По-моему, очень далеко. Вы даже под вышкой ничего не сделаете? Даже вчетвером. Ну ладно, вчетвером может и получится. Но мало того, что здесь может погибнуть спиридбрейкер, хотя Кунка. Вот ТП Фуриона позволила здесь жить. Спиридбрейкер очередной разгон неплохой. Вряд ли замёрзнет. Погибает здесь, судя по всему, ещё и Кунка. Всё-таки получилось. У Блу Пикачуну они крайне рисковали. Сейчас ещё и вышку неплохо пробит, потому что всех крипов убили, пришло. И запушили ещё два оранжевых героя, этих крипа. Сейчас будет вайперу тяжеловато. Столько крипов без какого-то ауе заливать. Фурион, конечно, здорово переместился. Заработали пару фрагов. 1-3 сейчас ведут по счёту. У Вивера дела хорошо. Он стоит фармит. Да, немного отстаёт от Тимбера. Но против Фуриона было изначально проблематично. Ему стоять, рейнджи у него поменьше, добивать крипов Фурион может более эффективно за счёт пеньков, если динает ими 12 на 3 у Фуриона. Не сказать, что много, но хотя бы что-то на сложной линии. И по надворцу Тимбер сразу с места в карьеру врывается вперёд. Пятый левел у него. Такими темпами Арканы появятся вот уже через полминуты. Снова на миде у нас какая-то движуха. И снова Квин оф Пейн пытается как-то щекотать Вайпера, но мало чем-то заканчивается. Вайпера вот только втроём, наверное, убивать. Вдвоём будет невероятно сложно. Вдвоём сейчас не осилят. Это пока он не купил себе ПТ, или что он там будет себе собирать. Он уже купил рейндроп и добавил себе выживаемости. На самом деле вот то, что опять же с Титферион Соло в боте даёт саппортам СФЕ. Возможность побегать, и они выходят куда-то в центр. Будут сейчас ловить Квапу. Ну, Вайпера есть ультимейт. Говорит, говорит, кстати, Брат Рум, что вот аппарат и Кунка. Миссинг, пожалуйста, careful. Квапу всё равно подставляется. Успела. Чудом успела. И разгон пошёл от спиртбрейкера. Отменяет его моментально. Вот Аппитальхантер уже, кстати, шестого уровня. Всё у него здорово. И вот они Арканы. И Манго он даже не поражал. Ну, нормально у него. Отлично, я бы сказал. Дела идут для такой линии. Да, всего лишь сейчас потеряет вышку. На шестой минуте. Не так-то страшно. Сейчас может реведж прожать. Да, и нужно Джекера быстренько убить. А потом уже что-то придумывать с Тимбера. Да и Тимбера здесь можно забирать. Однако разгон есть по Инштапаришину. Тот очень битый. Фурион прилетает прямо под вышку. Ничего не боится. Моментально забирает Инштапаришина. Также проблемы будут здесь у Кунки. И благодаря тому, что Тимбера не сумели быстро забрать, он сам вас сейчас всех порежет. Снова отличное перемещение от Фуриона. И мне кажется, бессмысленный абсолютно телепорт от Вивера. Ну да, он совсем не пробивает Тимбера. Вообще из-за медленной. Я смотрю на его здоровье, оно просто под сваром растет. Да. Спокойно ты паут. Хотя неспокойно, что-то он на самом деле перенаглел. И когда тебя бьют не по 20 по 175, пусть и физой все равно это очень больно. Ну вот, благодаря тому, что Интерсмеш физический урон наносит, под жучками армор снизился и хватило дэмэджа. При том, что он только в тройку был прокачан. Жуки в единичку, конечно. Ну, хотя бы так. Могли бы вообще в огромный минус для себя подраться. 2 в 1 плюс вышку потерять. Так хотя бы Кора убили, который топ-1 по Нетворцу по-прежнему. Но зато дальше два героя СФЕ идут. Да, Клопа вот все-таки сильно просел от этого Вайпера. Вайпер ФБ забрал и по линии. Я смотрю, Крипстат у него в разы лучше. Все-таки 45-31. Поэтому по Нетворцу Клопа даже ниже Тайтхантера находится. Надо с этим будет что-то делать. И сейчас идет разбег. Есть ультимейт. У Клопы могут попробовать Вайпера забрать. Но у него есть ПТ на силу. Рейндропы есть. Аквил, 1200 хп его. Не так просто взять. Тут соглашусь. НЧТАПАРИШН, смотри, снизу стоит. Экспу получает. Вряд ли кто-то знает, что он там находится. И сейчас такими темпами... Вот, а сейчас узнают. А теперь узнали, да. Вот это новости, говорит аппарат. Неожиданно получилось неприятно. И что ему тапки. Очень неприятная ситуация. Ну и... Вряд ли он здесь заберут. Выживет. Очередной фраг. Джакира также рядом. Очередная вышка будет ломаться прямо сейчас. Но вот пуш-потенциал отличный у Блу Пикачу. И это уже вышка под номером 2. И третья на миде тоже крайне пробита. Соответственно, прийти туда вот таким же сетапом и быстренько ее забрать. Очередные деньги для себя заработать. Уже 2000 они ведут. Нападение здесь может быть на Вивера, но... Скорее всего, не хватит по нему урона. Если Бара возьмет шестой... Вот неожиданно. Просто вот стоял четвертый и станет шестым, то хватит. Вивер вот так занаглеет, аж ошибся. Вивер так-то его задует же. Сам забежал под вышку, потратил все, что у него было. Да, просто сам умер. Да, пошло в боте нападение. Прилетает Тедхантер, его немножко задержали. Но я думаю, на четырех они сейчас Тимбера убьют. Вот так вот. Не жалей Рэвиджа Тедхантера за всю боль на линии. Да можно тратить, конечно, на героя, который первое место под Творцу занимает. Ничего страшного нет. Да, потом дизейблов будет поменьше на ту же Квин оф Пэй. Но когда-то же его надо юзать. А файты 5 в 5 пока у нас такое чувство, что не намечаются. Лупи Качу стараются активно сплит пушить. Их соперник просто продолжает фармить в надежде на свой лейт потенциал. Мне здесь лейт все равно. У них нравится побольше. Я не что, Паришин. Еще и Вивер убивает. Фуриона. Опять же, в этот раз Саня выехала же Квапа. У нее нет просветки какой-то, чтобы его забрать. Вивер будет жить. На миде тоже, как мы видим, неплохо. Все, у Вайпера по-прежнему никто его не трогает. Он догоняет уже Тимбера по количеству заработанных денег. Скоро 10-й получит. Вот, видим, накидку себе купил. И теперь пробивать его будет еще сложнее. Магией. Вот Тимбер с этим хорошо справляется. Много чистого урона. Слишком много чистого урона, наверное. И вышка в центре тоже падает. Вот так вот активно пуши. Три вышки уже забрали. Вайпер, кстати, тоже может отправиться отдыхать. И, судя по всему, да. Хорошо его тут заблочили. Айс паст тот самый. Да, но в это время в тот фибротрум. Тоже забежал в лес. Его там нашли. И гонка с аппаратом. Но помогли Виверу сделать еще один фраг. И так они его неплохо бустят. Что он уже топ-2 по Нетверсу. Ну, такое чувство, что мы увидим крайне много убийств в этой игре. Пока все к этому идет. Уже 14 киллов настреляли команды. Это только начало. Если быстро не закончат Blue Pikachu, то игра может и затянуться. И, соответственно, такое огромное количество киллов мы увидим. Снизу Nature's Profit с барабанами, с фейзами уже. Ворчит будет выходить. Ну, как это принято сейчас сделать. Есть кого затыкать. Того же Вивера. Пока он там себе не купил Линкенсферу. Здесь подняли. А Тимберсову моментально его стирают. На полминутки он тоже отправляется отдыхать. И проблемы огромные также у Джекира. И того 2 в 2 драка. Потому что там Queen of Pain разбирается с двумя саппортами. Не разбирается. Она не смогла запрыгнуть никуда. Она просто попала вот на эту горку и скатилась вниз. Ну, она до этого хоть кого-то забрала. Нет, забрала. Но вот протредить себя в саппортов, это такая себе идея. В итоге Вивер опять делает трипл килл. И только что был топ-2 на этот раз. Причем с таким составанием приличным. Теперь он уже получается на 800 голды обгоняет ближнего преследователя. Это тот старт, который нужен был Виверу. Посмотрим, что он будет собирать. Но Линка маст хэв здесь. Линка не то, что ему здесь нужно на самом деле. То есть, да, она ему нужна, чтобы жить. Но при такой доминации урон-то кому-то все равно надо наносить. Было бы неплохо сначала сделать дизор какой-нибудь. Чтобы вот иметь возможность продолжать активничать. Быть опасным для противников. А то сейчас он себя реконсирует себя немножко. По выживаемости пробустит, пробафает. Но при этом будет менее опасным в драке. Потому что противники тоже будут одеваться. Можно дешевый диффуза купить. Ну или так. Не, на самом деле 3200 дизоль тоже дешевый для него. Собила два молотка докупить. Ну посмотрим. Просто он бы заходил, убивал бы. Это минус армора позволил бы Тимбера, например, если он еще без стаков армора находится. Полезная штука. Опять же, покупая вот инфинсферу, он себя спасает. Но перестает быть таким опасным для врагов. Ну, наверное, в первую очередь против Нейчерс Профита, который вот-вот уже подбирается к Арчиду. Избежать Сайленца. И тогда крайне тяжело тебе будет зафокусить. Да и Спирит Брейкер. Не забываем про него. Две очень такие способности, неприятные как раз-таки для Вивера. А больше-то его ловить и нечем в этой игре. Вивер тоже может стать той грозной силой, которая просто будет бегать неуловимо. Долго, да. Может быть, мало урона. Может быть, медленно будет убивать. Но будет убивать. Самое главное, здесь разгон на Кунку, вернее, пошел. И у Кунки здесь проблемы огромные могут быть, потому что уже Нейчерс Профит здесь. И Джакира также за тиммейтами подоспел. Вчетвером по итогу забрали саппорта. Перетянулись с большими силами. Ну, а Вайпер может продолжать фармить. Ему никто не мешает. Худ у него уже есть. Дальше, как мы видим, стандартный Хрикен Пайк. Посмотрим, с чего начнет. Форстаф или Трагон Лэнд сначала соберет. У Тайт Хантера там даггер не намечается. Нет, у него Солринг только. Вроде Арканы были давно уже, а после этого ничего... А нет, вот что-то несет. Мегу несет, все, все. Тогда ясно. Вот они, деньги пропащие. Тогда вопрос снимается, да. Потому что, я смотрю, он третий, не может с Арканами только быть. Немного ошибается. Не может убежать куда-то, где... Вот. Повезло. Фориан добил крипов. И удалось срезать путь, и он убежал от Ивера. Но боятся они его, то есть он один, их трое, и вынуждены отступать. Пробить его тоже не могут. Не хватает какого-то... Видимо, даст. Не хватает, я так смотрю. Только у Фориана он есть. Да, как-то ни странно, саппорта не носит. Мне кажется, Спирит Брейкер это тот герой, которому нужно обязательно носить. Мало того, что он дистанцию быстро сокращает. Так еще и прожал сразу. И дальше уже проще как-то убивать этого Вивера. Ну да ладно, может быть доберет себе попозже. У него уже есть левел 7. У Джакира тоже седьмого аппарата, что есть. Да, кидал же он уже ультимейт. Ну, аппарат это, опять же, персонаж, который будет нужен только для ультимейта. Дальше, если он вылезет, то рискует очень быстро погибнуть. Крайне уязвимый герой. И до таланта бы дожить до 10-го левела, взять себе голду и потом думать уже о покупке хоть чего-то. Иначе будет крайне бедно. Тейдхантер взял себе талант на 150 здоровья. Мне, кстати, нравится талант на 50 урона. Он такой прям классный. Он из руки начинает прилично так говорить. Ну, был приятный. Даже я, ну, допустим, есть схожий талант у Некрофоса. Почему, например, на него все берут урон? Потому что это выгодно, это полезно. Тейдхантер, это 150 хп, я не уверен, что так нужны. Особенно в этой игре, когда его пробивают чистым уроном, подрезая мои атрибуты и так далее. Да и 150 хп, они слишком дешево стоят путем покупки какого-то артефакта. Ну, кстати, у Некрофоса 40 урона и 8 силы, то есть 160 хп. Тоже все берут исключительный урон. Поэтому очень странно, что Эдхантер вот сейчас взял себе хп. 50 урона много. Это очень много. Это два Митрилхаммера, по сути. Ты можешь, ну, насколько я знаю, Инчерс Мэш и один удар по кирипу по-любому из пачки на линии, и ты его убиваешь. Также требуются, по-моему, две тычки. Ну, ты и фармишь побыстрее, соответственно, да и того же саппорта любого, как ударил. Да и просто тушь-тушь к там пункту пришел и там развалил. Угу. Нет, тебе нормально. Знаешь, еще потом сабельку, киразу, все как ты любишь, и идешь разваливаешь с руки. Панду мы вчера такую видели. Если вдруг кто-то по какой-то причине не видел эту игру в исполнении Морталс, обязательно пересмотрите, как они играли с Брюмастером, и он всех победил, как кири-герой. Это было очень круто. Ну да, где ты еще увидишь Брюмастера, который Хаус Найт убеждает? Ну и нападение Татхандера, который взял с доп. хп. Ну и долго его будут бить вот таким сетапом. Там еще и тиммейты, там и стики, там мека. Ну нет, хоть все в него выкиньте, он вас сам поубивает. Ну и дождался команду, и здорово под прокаст попадают два саппорта. Без шансов они здесь погибают. Классно выждал момент. Подождал, пока команда подойдет, и как раз все по таймингу реализовали. Что-то мне подсказывает, что у Блупикачу огромные проблемы начинаются прямо сейчас. Да, они сломали Т2 в боте, и теперь им тяжелее будет ломать Т3, не идти дальше. Они вот сейчас заберут все вышки, да, допустим? Ну может быть с Рошаном там что-то придумают. И то, я уверен, их соперник будет навязывать драку на Рошане. А что делать потом? На хайграунд вот сюда заходить под такой пик? Ну нереально сложно. А выформить вивер всегда успеет, если что. Не знаю, я бы тут поставил на PSF Express. Пока что вивер пытается убежать. Здесь уже бежит бар, у него нет телепорта. Это большая ошибка с его стороны. Боюсь, что его здесь заберут. Да, забирают. ПТ на интеллект еще было. Как-то не странно. Ну и линки не хватило, а до линки остается не так много вивера. Сейчас купят, в следующий раз может быть выживет в аналогичной ситуации. По крайней мере узнают, что в него сделали разбег, или пытались сделать разбег. А то сейчас там с другого конца карты побежал Бара. Все это время его было видно, и он даже не усиком не повел. Ну и то же самое Кунка. Вышел, подставился, и сейчас его будут забирать. Бара, конечно, очень хорош в таких героев, которые себе позволяют нагло стоять и фармить. Когда у тебя есть еще активный фурион и хороший квапас с пленком. Тут может быть даже не героев, а конкретно игроков. По логике вещей, не стоит выходить так далеко. В центре, когда наверняка поблизости есть какой-то вижен, да и ты засветился. Увидели пару героев на разных линиях. Ага, значит здесь Кунка один, там максимум вдвоем. Плюс до этого кто-то погибал, вивер тот же. Соответственно, саппорт, который загулял, это легкая добыча для спиритбрейкера. Плюс фуриона просто вдвоем. Ну и если еще Кунок Пенка это подойдет, то точно никаких шансов не будет. И вот таких ошибок не стоит совершать SFE. Нужно поаккуратнее играть. По сейвове они могут контролировать игру, просто защищаясь. Все у них для этого есть. А может быть по кулдауну реведжа уже выходить. Там уже грифсы появились. И будет дальше скоро. И у фуриона тоже появится арчит, поэтому есть чем отвечать. Есть теперь чем ловить вивера даже сквозь ленькую сферу. Например, бар разгоняется, и ты в это же время кидаешь ему арчит. И там или одно, или второе срабатывает. Тебя это вроде как должно устраивать. Другой вопрос, что ты две таких крутых способности тратишь в одного лишь вивера. А там еще есть вайпер, которого тоже чем-то нужно убивать. Там еще есть тайтхантер, который, если его не бить, он тоже может прилично дэмэджа за весь файт нанести, если файт будет продолжительным. То есть три таких ярко выраженных кора. Тайтхантер, у которого хороший старт, это сильный тайтхантер. Здесь у него старт отлично, он первый идет. Тут без вариантов. И рано или поздно он купит, ну если игра затянется, себе какой-то рефрешер. Талант себе возьмет на 20% перезарядки, на 25-м, ну и так далее. И два ревейджа там с минимальным количеством секунд в БКБ, если они появятся опять же, будет очень сложно эвейдить. То есть тайтхантер пока мне очень нравится, конкретно в этой игре исполняет неплохо. Ну и ему не сумели помешать, что самое главное. Главная причина того, что он такой хороший старт имеет. Начинается это веселье, виверток пришел на линию, тут же Ленка у него тюньк. Стукнуло, и вот Фурион уже рядом. Вот пошло, закрыл, новый разбег. Сайленс. Фура, правда, застрял в лесу. И Фурион умрет. Но они не успевали по таймингу вообще никак. Не действует там 15 секунд, чтобы так уж нагло нападать. Все верно. Переоценили. Почему он прилетел в лес, с которого не вышел? Это хороший вопрос. Так, артефакт, который я миллиард лет не видел на Куапья. Это Агоник. Вот что, неожиданность. А для чего он здесь, когда ваша задача атаковать, ваша задача пушить? Вы не хотите игру в лейд затягивать? Именно в такой ситуации. Вроде как более защитный артефакт. Ну, безусловно, можно чаще просто драки проводить с ним, успешные, чаще наносить много урона. Но если ты выиграл драку, ты и так что-то заберешь. Вышку, барак и так далее. И второй раз может не потребоваться. К тому моменту, как соперник воскресится, там уже и новый ультимейт подоспеет. Ну да ладно, взял и взял. Ну вот, хорошо, ульт пошел. Ульт хороший. Там, тем временем, Джакира. Макропиру кладет. Но вот корабль ответный полетел очень неудачный. Вайпера, тем временем, забирают. Так же, скорее всего, убьют. Потому что Париж, ну, он успевает ультимейт выбросить перед смертью. Там ТХД погибает параллельно. И Кунку тоже вряд ли отсюда отпустят. Все это было без Тайтхантера с ревейджем и грифсами, который команде не сумел. Похоже, что они сейчас хотят побатить на Вивере. Возможно, сейчас чуть поделюсь. Ну, как-то очень нагло. Нет, на двоем не нужно. Все еще не прыгнуть. Вот сейчас прыгнуть. Вот сейчас. Хорошо, допустим. Спиритбрейкером можно попытаться убить. А урона-то нету Вивера? Не нужно просто по отдельности. Возможно, уже не выйдет живым. Смог дожить. Вадобар все равно разогнался. Его здесь не отпускают. Очень плохо сейчас все сделали. Чудовищно плохо. А дрались бы в пятером, как в их соперник, то все бы могло получиться в разы лучше. И забрали бы побольше героев. А может быть, выжили бы. Там Тайтхантер кого-то подхилил. Он, кстати, уже 18 уровень практически имеет. Он взял себе талант на экспу. И третий реведж сейчас появится. Тайтхантер действительно мощный. Самый бедный герой – аппарат. Вот вся разница по голде практически сосредоточена в разнице между Спиритбрейкером и Энштопаришном. Плюс еще пара сотен. Как мы отмечали уже, Энштопаришен не способен зарабатывать деньги, когда он на пятерке выступает. И только талант на 10-м левеле позволяет ему хоть как-то на плаву держаться, чтобы хотя бы на расходнике хватало. Вот форстаф план. Это обычно по такой игре и выходит у тебя саппорт, у которого тысяча там нетерстов в конце игры. За 1010 он платит на всякие саппорт айтем. Нужно же тоже какие-то вещи покупать. И он планирует. Планирует купить форстаф. Но он нужен здесь, да. Хороший план. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Если кунка поможет ему покупать все, что нужно. Ну вот кунки до 20-го нужно доживать. Там тоже прекрасный талант идет на голду. Саппорт уже в любом случае наверняка голду нужно брать вместо хп. Ну просто тогда кунка может тоже выходить в какие-то серьезные слоты. Игра может затянуться. Все зависит здесь от глуби качу. Им нужно продолжать свое давление. Но вот Клопа с Мидасом и Аганимом немного вызывает у меня сомнения. По такой игре. Пока вроде работает. Я смотрю на Эйн Эдвардс и хочу тебе сказать, все у нее хорошо. Хорошо, но нужно, мне кажется, увеличивать разницу, чтобы заходить раньше на хайграмм. Чтобы не затягивать в глубокий лейт игру. Я тебе так скажу. Мне наоборот кажется, что вот эти они посильнее смотрятся. Потому что да, у них Баратрум хуже точно не станет. Если берет какой-то Шедоу Блейд, БКБ. Пока, конечно, денег у него нет. Но если вдруг, то он вроде сильный. ДХД очень сильный в лейте. Клопа, поскольку по стольку фури, он очень сильный. Тимбер вроде как. С Аганимом будет нормально распиливать героев, а врагов. Ну Вайпер, ну Вивер, два героя, которые бьют очень долго и один таргет. Ну Вайпер это вообще герой ни рыба ни мяса. Он непонятно, что из себя в лейте представляет. Я сразу вспоминаю. Хороший таргет ДПС. Ну это, по сути, еще выключение какого-то другого ДПСера вражеского в какой-то степени на несколько секунд. Но опять же, тут нет таких героев, которым это настолько страшно. Имеется в виду ультимейт его. Я сразу вспоминаю ту игру на Интернешнале, когда Эмпайр играли два часа. И там был Вайпер. Мне кажется, что будь там не Вайпер в паре с Антимагом, они бы сумели ее выиграть. Но вот этот Вайпер, он имел тоже там 15 слотов, но толку от них по итогу не было, к сожалению. 15-17 счет. Потому что из Маке проставили варды, причем появился вард прямо перед лицом у Квапе, она явно что-то поняла. Разбила вард, просветила аппараты и смог. Атака не удалась в УСФЕ. Вайпер, кстати, вспомнил, сколько времени назад он себе планировал купить Хьюркин Пайка, только сейчас его дофармят. Там Яшу, по-моему, параллельно. Купал Яшу, да, но это... Яша такой артефакт, 2000 стоит, не очень дорогой, и получается Вайпер проседает по фарму со всеми этими драками. Именно как герой, у него нет какого-то ОЕ, чтобы фармить быстро, у него нет шмотки или способности на мобильность, он не может между пачками, там, листами быстро перемещаться. И все это приводит к тому, что он уже настолько сильно просел, что даже в своей команде Тетхантер его обгоняет. Но Тетхантер как взял первую позицию в своей команде минут 10 назад, так, по-моему, ее ни разу и не отдал. Вивер тоже на 19 уровне взял себе доп. эксплу талант и сейчас получает уже 20 левел на 26-й минуте. Очень быстро, по-моему, врагов никто таким похвастаться не может. Еще от Манна Реген, парень, что с тобой? Что с тобой? Что? 150 хп, 6 Манна Регена. Ну, а гони, мы видим, будет он собирать. Допустим, ладно, это ОЕ какой-то опять. Да, даже так, у него все равно Монопула. С Вивером там, чтобы ты понимал, да, вот этот... Да, не, Вернош, у него в любом случае Монопула бы хватало. Да, да, да. Волну ульт, рефреш, волну ульт. Хватает 100%. Зачем ему 6 Манна Регена? Я наиграл летом так много игр на Тайтхантере, я знаю, о чем я говорю. И очень странно, что... Ну, бесполезный талант, абсолютно бесполезный талант. 6 Манна Регена того не стоит. 15 силы это полторы тысячи золота вложенные, да, в Лугар Клаб. Там Сэндж практически. Ну, это 15 урона, это 300 хп, это на самом деле очень много. И вот так вот брать 6 Манна Регена, который ему не сверхсильно нужен, и он может в дальнейшем, я не знаю, там, Мактамир Акторин собрать и просто заплевывать всех налево-направо, и у него эта Манна не будет кончаться никогда. Ну, опять же, сравниваем талант на 10 уровне и на 20, там он берет 150 хп вместо большого количества урона. Да, а здесь не берет 300 хп. Очень странный Тайтхантер, действительно. И на 25 еще возьмет Гаша минус армор, и это будет первая его нормальная идея, потому что он будет просто стоять и наплевывать этой волной в ООЕ по всем этот хп. Ну, это просто в комбинации с Вивером работает неплохо. С его шучей камер. Ну да. Опять же, если у тебя волна будет вешать минус армор, то у тебя все будут бить сильнее, в том числе... Ну, например, как Саппорт сможет здесь фармить крипов, потому что смотрим сейчас, например, на Милишного крипа, у него там 2 армора, смотришь на Минджо, у него 0 армора. Вивера пытались здесь подцепить, но нет. Ну, тут были Фурион и Тимбер. Может быть, получилось бы что-то, но нечем было сбивать линку, поэтому Вивера... Ну, в бару можно догнаться в любой момент. Только так, да. И вот он сейчас готовится что-то подобное исполнять. Выискивает, мне кажется, на карте жертву. И стаки параллельно делает, который Квин оф Пейн заруинила, по-моему. Да. И разгон пошел. В Тайт Хантера. Команды рядом не будет. Тип-аут прожать не сможет. Ну, либо погибать, либо погибать, как говорится. Все, без шансов. Реведж. А зачем? Неужели не пойдут до конца? Не пошли, испугались. А тут вся команда еще прилетает. И теперь Тайт Хантер, который выжил, продолжает драку. Спирид Брейкер пытается отсюда убежать, но на крест его... Его задержали. Да. Арестован, пойман, убит. Пожалели чего-то. У Квин оф Пейн, мы видим, маны не так много остается. Возможно, не было в тот момент на ульт. Тайт Хантер выжил и забрали саппорта. Ну, тогда все неплохо получилось. Ну, тут вопросы к глуп Пикачу, почему они все-таки его не дожали. Могли, мне кажется, успеть. Чего-то испугались. Развели на рейвидж, но этот рейвидж позволил хотя бы одного героя забрать. Теперь просто не нужно повторять драку ближайшие полторы минуты. Только потом с его наличием снова вступать в бой. Но все равно такой вот слабенький ульт. Получилось, всего одного героя забрали. И сейчас еще в цене пытается забрать вышку, кстати. Можно и Джакира параллельно забрать. Не самый... Вышку забрали. Похоже, что будет драк. И так заходит Тимбер. Как же ему больно под таким количеством минус армора. И бежит Вивер до конца. Поднимает с себя Тимбер. И Тимбер пока живет. Корабль так себе. Больше сейвовый. Там тем временем убили. Опять Бара погибает. Да, и снова... Видишь, чтобы убить Баратрома, им даже ульт не нужен. Побеждают и без него. Эта драка была без рейвиджа. А что будет с рейвиджем? Даже не знаю. Мне кажется, гораздо хуже все будет для Блупикачу. Просто их... Они, в принципе, все рядом стояли. Их там подняли бы всей толпой. Тимбер. Ну, хорошо. Есть прокаст от Джекира. Но у того нет ультимейта. И Джекира здесь не уйдет. Даже со своим Юлом. Очередной фраг. Ну, вот просто показал, где он находится своим прокастом. И очередная смерть. Абсолютно ненужная. Саппорты немного фидят у Блупикачу. Или много фидят. Даже много фидят. И перед этим команда все равно лидирует по деньгам. Но Фурион не успевает где-то зайти. Пока вот всякая драка до вас идет. И не начинает бить с Т3. Чуть возвращается в драку. И для него это проблема такая небольшая. На Вайпера пытались напасть. Но Вайпер герой довольно крепкий. Его так просто не возьмешь. А вот Тимбера можно попытаться всей толпой. Также снова разбегается Братрум. Хороший гаш опять по толпе героев в исполнении Тайдхантера. А Вайпер продолжает нарезать здесь Фуриона. Фурион минус. Вайпер по-прежнему жив. И Спиритбрейкер такое чувство снова погибнет. Да, это очередной фраг. Тимбера тоже можно гнать до конца. Ну, тут сушите весла. Это минус 4. Ну, там Джекира до этого погибал. Минус 3 в этой конкретно драке. Преимущество сокращается. И практически ноль составляет. И по этой игре можно сказать, что у Глупикачо огромнейшие проблемы. Дальше им будет только сложнее, как мне кажется. Вивер набирает дэмэдж. У Вивера уже Яша. У Вивера будет Манта Стайл. У Вайпера будет Манта Стайл. Или есть уже. Есть уже, соответственно, можно будет. Уже есть Манта. Он еще взял талант на то, что его яд работает на здании. Сейчас будет заплевывать тавер на себя ему. Я не знаю, что они ему наносят, на самом деле. Там не так много урона идет. Но подрезает скорость атаки точно. Ну и тоже из ниоткуда взяли какой-никакой пуш-потенциал. Теперь иллюзии будут. Плюс вот этот талант Вайпера. И теперь тоже будут вышки пробивать. А почему, кстати, не ворвет Сайдханда? Вот сейчас с реведжем они просто всех не убьют. А можно. А вот он и реведж. И сразу убивают Квин оф Пейн. Также погибает Джакира Квин оф Пейн. Выкупается. Здесь погоня будет за Тимбером. Тот под ультимейтом аппарата. Поэтому может он здесь погибнуть. Вивер пока уходит. Страшно ему. Поднимают и на торрент. И гашем сверху накрывает. И не задел. Сейчас анчерсмешем Тайдхантер Тимбера. И разрубает Вивера. Который сам подставился. Ультаппарат закончился. Поэтому Тимбер будет жить до последнего. Квин оф Пейн пытается добить Кунку. И не получается этого сделать. Типа вот тут использует. А вот Тайдхантер подобного сделать не успел. Да и не было у него просто телепорта. Как мы видим. Нет, он сделал телепорт. Амбар его сбил. А, да? Ну все тогда. Тогда сколько там получилось? Три в два. Конкретно в этом файте. Еще байбэк сверху. Тоже минус деньги. Я не утыщу. Голды вроде бы отыграли. Но на самом деле до начала драки перевес был в две тысячи. Сейчас меньше одной. Где-то деньги они пропали. Да, и сейчас опять же такая ситуация, когда рэвидж уже был потрачен. И возможно стоило отойти, дособирать артефакты, дособирать манту на вивере, а потом уже снова идти драться. Например, за Рошана, которого сейчас убивает Блу Пикачу. Но... У них так мало урона. После байбэка просто не смогли как-то уйти. Тут еще и Кунка. Что он здесь забыл? Огромный вопрос. Его хорошо поднял. И минус будет Кунка точно. Еще и Вайпера будут бить до последнего. Кунка погибает. Теперь просто блочить Вайпера. Здесь также Энж Топоришина. Ему тоже не нужно рисковать. Есть разгон. В БКБ просто бежит гигантский сумасшедший Фурион и начинает бить с руки Вайпера. Ультимейт неплохой от аппарата, но поднимает себя Джекира. Однако он попал в его радиус. И можно дальше преследовать Энж Топоришина. Бежит Тимбер. Бежит Спирит Брейкер. Штопоришин также погибает. Снова нафидели. По-другому не скажешь о Софье. Потому что погибали по одному. Зачем? Вот здесь оказался. Зато Рошан засейвили. А нет, не засейвили. Они сейчас пойдут. Не, засейвили. Сейчас уже Тедхантер туда придется. Сомна еще наплевывать. Ну, не знаю. Нужен еще кто-то. Их просто меньше. Сейчас количество на два человека. Дальше. Вивер преследует, как мы видим, Спирит Брейкера. До конца за ним пойдет. Есть Диффуза. Толкают Спирит Брейкера. И хорошие деревья. Здесь тем временем Тедхантер таких не отпускает. Тедхантер сумасшедший вообще. У него есть рэвы. Через секунду можно будет впрыгнуть куда-нибудь. Вот теперь да. Все-таки сумели засейвить. Рошан, афарион времени теряет. И он берет кладаун редакш. Ну, что с ничем не так? Три раза неправильно сыграл. Только опыт нормальный. Если уже взял Аганим. Если у тебя уже Аганим. Почему бы не взять минус 6 армора? Будет плевать в АОЕ. 12 просто. Снимая 12 армора. Действительно, это же крутая штука. Если у тебя уже есть Аганим. Обычный Тедхантер. Толку брать минус 6, если ты плевешь в одного. Ну, то есть снять 12 человек Аганима, конечно, это круто. Но параллельно ты бы снимаешь ему 6. А тут ты, получается, снимаешь 30 или 60. У в конца 60 лучше. Если по всем попадаешь. То есть, это Тедхантер. Плюс у Вивера там сколько? Тоже с десяток, да? Он может сделать в итоге. Ну, чуть-чуть холд, но он не стал делать. Дизоль даже продал. Да даже без Дизоля. И так достаточно просто. Именно в АОЕ снижение армора. Это очень круто выглядит. Там Фурион тем временем у Курьера подрезал. Весь убегает. Опять же, очень мало каких-то просветок. Я начинаю понимать, почему Дайер обыграли этих. Ребят, очень легко с счетом 2-0. Что в одной игре они сделали лишь один фраг. Ох уж этот талант на мано-реген. Ну, зато теперь бросается нон-стоп. Так он так бросался нон-стоп даже. Я, 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 просто забей. Там просто и Солринг есть, и рефрешер будет. Наверняка. А это тоже огромный мано-реген. Ладно. Не будем больше на этом акцентировать внимание. Взял и взял. Возможно, сейчас в бою. Но мы его запомнили. На Фурион, а он впадает, акипадут. Невидимость равно неуязвимость. Он даже не улетает отсюда. И так норм. Все-таки решил уйти подальше от греха. И перемещается уже на верхнюю линию, где продолжает сплитпушить. Рошан по-прежнему жив. И Софье тоже хотят за него подраться. Если они будут его убить, то убьют они его в разы быстрее. Благодаря минус армору, большому его количеству. И Блупикачу тоже нужно повнимательнее в этой ситуации быть. Они прекрасно понимают, что соперник способен это делать крайне быстро. Сами же Блупикачу продолжают фармить. Вот Спиритбрейкер, ты говорил о том, что было бы неплохо, чтобы он слоты какие-то соврал. Но мы видим, что здесь Спиритбрейкер пятерка. Он здесь, да, все варды покупает, одевают ТХД. Но тоже неплохо. Он уже взял 17 со своим талантом. Возьмет там 20-25, будет очень сильным. Выдавайте его и дизейбл. Так что тут примерно тош на тош выходит, если фармить одного героя или второго. Просто мне Барр нравится больше, как Корп. Ибо живой Братрум может кого-то забашить через что угодно. И это очень важно в драках. А ты стараешься не его все-таки фокусить, ты стараешься... Ну, что-то бежит всех раскидывать, потом еще куда-то уйти, потом еще что-то делает. И вот если у него много слотов, у него спяты тратить еще одна пробежка. Ну, вот начинается это вот веселье с Братрумом. Опять же быстро бьет, может взять себе ДОП. Играет рыбаш шанс на 25-м, если он его дофармливает. То есть на самом деле, штука-то сверххорошая. Братрум. Я бы выбрал фармить его, но решение, что не так. Смотри, на Рошана заходят, и спритбрейкер уже разгоняется. Один. Он так мимо просто пробегал. Говорит, здорово, парни. Я уж думал... И пошел плотный под пуш в боте, плотный под пуш в топе. Посмотри, Фурион провел крипов и начинает ломать Тавера, который никто не дефает. Приходится состинуться с аппарату. Аппарат не тот герой, который может прогнать Фуриона. Хорошему Фуриону просто остаться и развалить этого аппарата, и спокойно уйти потом. Но все равно, посмотрите, даже его тринтовка тяжело убивает. Вышка с аппаратом, пол. Тавера даже чуть больше он снял. Ну, это хорошо. Еще один такой заход, и путь к шрайнам будет открыт. Так что... А тем временем, Тайтхантер купил себе Родианс. Ого. Я в этой жизни уже ничего не понимаю, если честно. Ты такое видел? Я понимаю только одно, что кто бы ни вышел, в следующую игру он проиграет. Ты думаешь, да? Я уверен, что они упадут, по-моему, на колов. А, ну, тогда да, будет им очень сложно. Есть демидж с руки, есть оу-е демидж в большом количестве. Осталось только подраться, чтобы мы на все это посмотрели. Тайтхантер 25 уровня, там Квин оф Пейн 25. И все. Больше никто таким похвастаться не может. Ну, у Квин оф Пейн есть Мидас. Там лиса фармит всю игру. Ее настолько не видно вообще в этой игре. Она только в драке приходит. И остальное время только делает, чтобы фармить лиса. Тимбер. Зато Мидас себя купил уже несколько раз за такое долгое время игры. Тимбера поймали. И также проблемы будут и у Спиритбрейкера. Ну вот, двух героев нужно убивать. Минус Тимбер, минус Спиритбрейкер. Через ультимейты. Ревед будет через 2 минуты следующий. Кунка уходит уже наверх. Смели Бладстоуны. Кстати, там лежит гем. Лежит гем, который они просто заставили. Забили на него. Так, вот я всем расскажу, что они это сделали. И теперь пушат вниз. Фурион. Фурион тоже пушат вниз. Все пушат вниз. Все пушат вниз. Как будто только это лилии есть в игре. Фурион похоже, что сломает. Ну нет. Вырывается просто лучший герой этой планеты. Начинает наваливать. Фурион все расправляет. Что он вообще с ним делал? Вижен, ребят. Нужен Вижен. Нужен гем просто. Тайд Хантер там... Ну почему гем они же даже вывели? Они могут просто его забрать? Погибает. 120 секунд. Также... Просто 2 керри разбираются с врагами. Накапал только что. А, да. Был. Просто она выкупалась уже. Вайпера все-таки забрали. Остатками героев. Здесь Вивер. Что ж ты творишь? Как же далеко ты заходишь? Не слишком ли нагло подходит? Сейчас Тайд Хантер придет. Ну, Вивера не забываем, что есть все-таки Аегис, поэтому может немного понаглеть. Не стесняется он его просто так потерять. Тем временем Тайд Хантер, спирит брейкер уходит. Цеплять больше нечем. Ну, можно... Можно Т2 забрать. Решает сейчас СФЕ, мне кажется, зайти на хайграунд со всеми своими ультами и просто выиграть эту игру. Если бы не он, то уже бы предприняли одну из попыток, да и к тому же Аегис был. Но теперь Аегиса нет и теперь будет посложнее. Вивер там, кстати, что взял. Скорость от Шукучи. Вариант хороший. Опять же противника, конечно, здесь много магического урона. Тем не менее, почти весь он чистый. Вот с Димбера, вот Клопы. Поэтому особого подсева не получится. И пытались сейчас твой мать Вивера. Вардак фармил, но слишком поздно приехали. Посмотри, какая же равная игра в плане количества денег, заработанных командами. Тысяча. Снова к нулю приходят? Там, да, все идет к нулям. Абсолютно никакого преимущества. А, это на 43-й минуте, на минуточку. Соответственно, ну... Тут даже какая-то драка, одна выигранная сильно, может ни на что не повлиять. Ну, выиграть, но заработать там 3-4-5 тысяч максимум. И дальше какие-то байбейки разве что. Только так можно преимущество увеличить. Да, оно уже ничего здесь не решает. Здесь у одних задача сдержать Фуриона, выиграть файт, зайти на хайграунд. У других задача позволить и создать спейс Фуриону, чтобы он все-таки спушил одну из сторон. Как только это сделает, игра пойдет немного проще для них. Пока же снес только вышку снизу. Ну и шрайны можно бить, однако их туда, мне кажется, долго еще не пустят. Тайд Хантер, есть врыв. Уходит отсюда. Сейв на своем Джакира. Ультимейт не попадет от аппарата. Гаш очередной. Как же часто он их бросает. Да, он, конечно, крайне низкий. 5.6. Ну и 1200 мана у него. Мы видим, тревела купил уже. Ну это, конечно, что-то новенькое. Очень прикольный такой Тайд Хантер. Ну и заход на хайграунд, наконец-то. Вот, СФЕ решают они, что черт с ним с этим Фурионом. Давайте просто спушим и выиграем эту игру прямо здесь сейчас. И могут попробовать это сделать. Фуриона максимум в сторону снесет. Ну потом вниз может попытаться улететь. Минус, можно прямо сломать вышку и пойти выиграть игру, убив всех. В следующий раз не удалось обмануть кунку. Правда, он все равно не по таймингу все нажал. Ну и похоже, что они не хотят терять все, что у них есть. Выпадает на Фуриона. У него вот раз есть БКБ, это паут, я думаю, он должен его нажимать, иначе его пробьют с руки. И его успевает забрать, он слишком перенаглел. Но удалось потратить Фуриона в двух героев. Фуриона с Байбеком. Да, и милишный барак снесли. Ну, так как-то бросили Вайпера все, ребят, мы пошли бить Фуриона. И Вайпер, а я, а меня забыли. Обидно. Теперь Вайпера не будет 80 секунд, и за это время... Опять же, можно попытаться где-то подпушить топ, например, или по миду просто пойти в Фурион, там выкупится, добьет вышку сверху. Вариантов масса сейчас у Блу Пикачу, Софье. Опять же, проиграли эти майндгеймс, они думали, что лучше, какой выход здесь будет. Правильным защищать или все-таки драться. И в итоге слишком поздно схватились как-то. Если они делают атаку, то делают ее в пятером. Если делают защиту, то делают ее в пятером. Они, видишь, так отходят по одному, что продают героев. Я думал, Квинувпейн умирает, я так смотрел, но тут... Да, у нее взял талант на спелл лайфстил, поэтому, когда ее с мионером активно бьют, молнии вылетают, они тоже тебя регенят. Ну и да, там так мало хп оставалось, но около тысячи. И все это время в районе этой тысячи держалось и не просело. Ну и благо подошли два товарища и сумели помочь убить Вивера. Того тоже не будет достаточно долго, и у того нет байбека. И знали бы это Блу Пикачу, пошли бы пушить. Но пока толкает Тимбер, и самое главное, Фурион сейчас появится. И это тот самый момент, когда можно вроде как разводить на байбек, а когда там байбека не окажется, это будет приятным сюрпризом для них. Тайтхантер. Хорошо, здесь ловят спиритбрейкера. Фурион начинает с дезолятором активно бить бараки. Они вообще не обращают внимания на героев. Они их только зонят, и один из бараков снесли, и спиритбрейкер, судя по всему, погибнет. Да, есть последняя точка от Вайпера. А Фурион? И Тимбер. И Тимбера ловят, кстати. Тратят на него реведж, тратят на него аппараты. Два героя получат. Ну, там время тянет, я просто надеюсь, что Фурион в это время что-то будет делать, и он просто соизволил прийти только в центр, а не стал забирать барак в боте. Ну, он сейчас только туда прилетел и пошел. Теперь у него есть БКБ. Давай, это раз он заранее его нажимает. Не, ну, этот рыжевой барак, он все равно не зарегенит тут. Ну, он мог бы... Не важно, тычку, не тычку. Ну, ладно. Ушел, в любом случае понапрягал немного соперника, и нужно, нужно что-то придумывать. Уже две стороны упало. Бараки рейнджовые добить не проблема. А, нет, все, прошу прощения, тут милишный стоит, все. В топе, да. Ну, опять же, с таким Фурионом его тоже пробить не проблема. Ну, что очень сильно, опять же, сейчас делает Кираса, что будет еще больше понижать армор зданий вокруг. Не любая тычка от него, от его тринета, от просто сам, который... Человек-то просто крипов, которые приходят, будет куда еще темнее залетать, и поэтому надо как-то убивать этого Фуриона, и только потом эти пушить. Потому что теперь он уже их не отпустит. Бирать против Фуриона с освещенными двумя крайними сторонами, это невозможно. Кстати, посмотри, как подготовились все Софье. Там Йолнир на Вайпере, там Йолнир на Вивере, там Радианс на Тайтхантре. Как будто знали, что придется убить крипов. Но Капа тоже подготовилась, на всякий случай, тоже Йолнир взяла. Капа очень такая уже крепенькая, и с Шивой, и с Йолниром. Сейчас можно менять Мидас на что-то более полезное. Вот мы видим Арчит в планах. Потом Блаторн какой-то. Ну, а потом... Игра может уже закончиться. Вивер. Как же он наглеет, просто в спину заходит двум героям, которые, в теории, могут его и забрать. Фурион уже начинал работать на топе, постоянно туда стягивает героя. Но, видишь, тут весь лес уже подрублен. Встают ворды, поэтому такой стандартный выход от Фуриона, они будут, видите, ждать. Ну что, Рошан, наверное, будет ждать. Рошан скоро относительно. А значит, либо за него будет драка, либо в случае, если заберут Блубикачу этот Аегис, им будет совсем уж просто, наверное, что-то решать. Может, в четвером драться, Фурион там тем временем полетает где-то. Но их правильно делают, что вверх и низ пушили, мид пока не трогают. Все-таки, когда тебе приходится даже на базе, там, на полкарты ходить, как-то дефить, защищаться, это всегда неудобно против Фуриона. Это нереально сложно. Это один из тех героев, у которых защищаться всегда является огромной проблемой. Нападение на Вайпера. Ну, снова через прокаст. У Вайпера нет Блокинг Бара. Наверное, пригодился бы он ему уже давно. Тут реведж. Так себе реведж, потому что Queen of Pain не задевает, а саппорты и так могли бы погибать. Вот саппортов двух убили. Темпер уйдет. Опять же, потратили байбэк на Вайпера. Фурион, продолжая делать свою грязь, уже прилетел. Вот, забрал барак. И своим талантом, то что у него теперь без кулдауна, начинает развлекаться по всей карте. И вот в итоге 6000. Это первое крупное такое преимущество, если можно его крупным назвать на 50-й минуте, в пользу команды Blue Pikachu. Уже 50 минут прошло. Вроде такая дота, да, подвижная. А уже целых 50 минут. Казалось-то, полчаса от силы позади. Но нет, и Рошана забирают, и Софье все-таки. Как-то вот эта карта мне нравится гораздо больше, чем ту, которую мы смотрели предыдущую. между колами и DC. Там как-то все скучновато, что ли, была вязка. Да, тут драка на драке, уже 59 фрагов сделано. И я уверен, что они не будут останавливаться, постоянно будут кого-то трейдировать, менять. Но Фурион должен свое дело сделать, уж очень он сильный. Кираса готова. Хантер, кстати, сейчас должен видеть на себе дебаф и должен понимать, что Фурион где-то рядом. Фуриер еще удается забрать, кстати, где он был? Как его отдали? Кидайр, я тоже не помню, где они его отдали. Ну да ладно, отдали. Хоть денег позволили немного отыграть. Ну что, заходят, возможно, последний шанс. Ребята из Софье. Здесь Вивера цепляют. Они просто теряют Вивера, он съедает сыр. Чтобы жить, Вайпер тоже прожал все, что есть. Ребята отлично, кстати, сразу убивают спиритбрейкера. Джекира здесь тоже не жилец, естественно. У них есть Вайбек у обоих. Вот сейчас посмотрим. Вайбек нужно прожимать. Фурион вообще не собирается возвращаться на базу. Снесут как минимум одну сторону. Дальше нужно идти сносить низ обязательно, потому что Фурион там уже подходит к верхней линии. И если будет результат 2-2 по сторонам, это то, что Софье устроит более-менее. Тимбер. Ну, живучий, конечно, но уже не такой опасный. Аппарат уже улетает, пора нападать. Ему сбивается этот телепорт. Также Вивер пытается уехать. Вивера сбить уже нечем, но аппарат-то продали. Но в Пейнда его просто руки может забрать. И вот только сейчас Тимбер добивает. Вайпер дерется. Дерется и Джекира. Трантер тоже поехал. Ну и Вайпера сейчас расхайти. Скоро уехали, Вайпер потеряет айгис. То есть, опять же, они могли остаться, они могли выратируют сейчас просто убить всех. Я очень понимаю, почему у них такая маниакальная... Не знаю, там... Это маниакальное желание пойти и задефать свою сторону. Чем Фурион возвращается еще раз в топ. И Бенвизи должен жить. И в ПКБ это все дело. Или срадик догорит. Догорел. Сдак, а пач за чем-то приходит. Может, ее стоит цепануть? Нет, только потерялся. Проблема в том, что Вайпер без байбека. Там только Джакира. Но Джакира живой, в отличие от Вайпера. А значит, могут себе позволить заходить по миду, как только появится Фурион. Но он не будет наверняка сейчас выкупаться. Подождут, сыграют тоже наверняка. Ну, Пикачу, конечно... Видно, что немного поскиллованнее, чем их оппонент. Софьи слишком много ошибаются где-то. И вот эта драка снизу, как ты правильно отметил, лучше бы ее довести было до конца и подраться. Тогда бы, может быть, и Вайпер выжил. А может быть, и кого-то забрали. А если бы забрали милишный барак снизу, то тогда баланс бы был восстановлен. Просто эти бараки, которые у них остались, это, конечно, круто. Они могли просто закончить игру. Они уже выманивали байбаки в саппортов. И дальше, если они их еще разобирают, то 3 в 5 шансов никаких нет. Причем сейчас есть два рэвэджа у Татьхантера. Надо давать так, чтобы убивать коров. Потому что Папа в боковой заходит и просто бьет барак. И вот он тот самый рэвэдж. Не очень хороший. Барак в топе пытается оставить вторым рэвэджем, но Фурион в боковой делаю оберять и просто под ударами делайте репорт в центре. И мегат крипов готовы через секунду. И это, конечно, очень грустно. Да, мегат крипов делают. Умирают также Джекира. Ну и сейчас последний шанс. Вот прямо сейчас идти, что по байбекам. Есть у Тимбера, есть у Кваппы. У Фуриона нет байбека. 100 секунд. И за 100 секунд можно, ну, например, либо выиграть игру, либо ответными мегакриппами. Похвастаться. Ну вот у Вивера Вилнир есть. Пытается он как-то толкать и толкает верхнюю линию. Хочет подойти к тир 2, возможно, на топе. Но это, мне кажется, этого мало. Просто снести эту 2-вышку, Type Hunter вместе с... Не, они просто толкают линии, чтобы у них было время как раз-таки попушить центр. Нападают с этим на Тимбер, он зачем-то вышел. А что же здесь делает вообще? Он очень далеко вышел, он, конечно, живет, какое-то время там прокидает, но противники довольно сильные, и кунка его цепляет. Там Ю, не Ю, это все не так хорошо работает, когда тебя подкидывают в торрент. И он хоронит себя. Есть 2 байбэка всего, и вот то, что они протолкали линии в бой, протолкали линии в топе, спасает их трон сейчас от получения лишнего урона. Какого-то хекс появляется у кунки, но и самое время просто бить их трон. А, Квин оф Пейн может байбэкнуться, прилететь, допустим, на каких-то крипов снизу, но они слишком далеко. Это слишком далеко, да, хорошо, что подвинули. На Тимбера может быть еще раз убить или забить на него и просто за БКБ. Просто стоит забить и бить, действительно, трон, реведж очередной. Вот Тайфхантера, ну, Квин оф Пейн была в БКБ, этого хватает, чтобы убить его самого Тимбера. А байбэк сразу Тайфхантер прожимает и прилетит сейчас, если что. Тимбера убили, а Квин оф Пейн также мертва, и они выиграют. Они выиграют эту карту. Фантастика. Похоже, Антон, вот. И представь себе на секунду, что вот они настолько же сильные были, когда Фурион еще даже не начинал первую сторону ломать. Это, конечно, круто было. И они могли бы точно так же зайти и сломать трон. И они первый раз растэпэшились, продали героя, а второй раз, когда они заходили, они были такие же сильные, у них был сыр, у них был эггис, они могли остаться и просто убить трон. Но они это сделали только когда им провернули метод крипов. Это называется недостаток опыта, мне кажется. Либо отсутствие уверенности в себе в какой-то степени. Ну, карта-то классная получилась, очень динамичная. Карта хорошая. Сколько у нас там времени? Два утра по Москве, а мы смотрим действительно классную, интересную американскую доту. Кто бы там ни играл, закройте название команд, если вы думаете, что играют ноунеймы условно, и представьте, что это... Что играют другие ноунеймы, которых, возможно, вы знаете. Представьте, что это ВП на ави, я не знаю. И смотрите доту, наслаждайтесь просто красивой игрой, потому что игра получилась реально красивой. И СФЕ выиграли эту карту. Ну, как-то ни странно, они здесь точно не фаворит этого противостояния, да даже по котировкам. И сейчас повели 1-0, как минимум у нас будет вторая карта, не переключайтесь, и мы продолжим. Я думаю, будет как минимум не хуже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!